Доброго времени суток друзья и приветствую всех на канале Airzone Game. Я продолжаю свое развитие на проекте Antares и приехал я на лесозаготовительный комбинат. Наверное это назовем так. Ну вообще профессия лесоруб. Про эту профессию в отличии от предыдущей серии, в которой меня бомбило очень страшно. Здесь я бы наверное отметил, что это не только лучшая профессия по занятости вообще в целом на этом проекте. Она наверное лучшая из всех, которых я видел, связанная с лесорубкой. Я показывал много профессий, где было вот именно это направление, лесное направление. И хороших я не видел практически нигде. Единственное, что может быть Grand RP, вот там вот есть, ну там просто переноска с одной точки на другую. То есть как таковой рубки-то леса там нету. Да, лесное производство, но никакого леса там нет. Ничего мы там не рубим, просто в одной точке берем охапку и несем в другую точку. Вот и вся работа. Я показывал много рабочих занятий, связанных именно вот с лесорубством. И это наверное одна из лучших. Первое, что хотелось бы отметить, это то, что расположение точек очень короткое. Я показывал на каком-то проекте, где надо было бегать метров за 300 за каждым деревом. На этой же локации, только вот надо было вон туда в гору подняться, или куда-нибудь наоборот во враг спуститься. Здесь ничего подобного нет. Здесь вот, вы сейчас видите, на каком расстоянии находятся триггеры. Я даже пешком хожу, не занимает это много времени. Ну и анимации, на которые я всегда обращаю внимание. Я показывал проект, где вместо рубки деревьев повесили анимацию ремонта двигателя. Было и такой проект. Был проект, где вместо анимации был удар битой, но только биту заменили на топор. Выглядит это все отвратительно, так скажем. Здесь же посмотрите, ну если не гениальное, то на уровне гениального решения. Взяли анимацию плотника и поменяли ему инструмент. Не молоток, а топор. И подходит, главное, эта анимация сюда подходит. Если вы не замечали, то да, это просто анимация плотника, которая применяется на строительных профессиях. Я уже неоднократно их показывал. Просто взяли и заменили молоток на топор. И повесили сюда эту анимацию. И она действительно подходит. Даже не надо было менять звуки. Звук остался тот же, с того же самого скрипта, с той же самой анимацией плотника. Но она сюда подходит. Вот, ну как я и сказал, если не гениальное, то лучшее решение. Не надо никакой там битой, какие-то удары применять. Вот, повесили анимацию, которая сюда подходит. Ну и само занятие. Само по себе занятие очень простое. Есть точка А, где включается анимация ударов. И есть точка Б, где у нас бревно исчезает. Все, если бегать, ну на видео я старался ходить. Но если бегать, это вообще не занимает практически нисколько времени. Да, здесь тоже особо не поотдыхаешь. Как бы вы все время в действии. Есть некоторое ослабление, когда идет анимация. Можете отдохнуть. Но потом надо будет с помощью манипуляции на кнопках перетащить нашего персонажа на другой триггер, чтобы исчезло бревно. Но рабочее занятие, оно, я когда сюда еще первый раз заходил, оно было, ну если не самое популярное, то наверное топовое. И оно действительно такое вот простое. Здесь прокачиваться, ну очень просто. Не надо, как вот на электрике переворачивать сломанные индикаторы. Не надо там жмыхать несколько раз по каким-то камешкам на экране. Просто посмотрел анимацию, отбежал на другой триггер. Прибежал, посмотрел анимацию, отбежал на другой триггер. Занятие очень интересное. Ну в плане того, что оно, оно не напряжное. Вот оно, здесь я прокачался. Прокачался, по-моему, даже до пятого уровня. Потому что, ну, в отличие от карьера, здесь от вас, ну, немного требуется. И значит вам проще и, ну, интереснее, что ли, заниматься вот этим. Правда ресурсы здесь выпадают такие себе. Ну, ничего такого вот уникального я здесь не увидел. Выпадают бревна, но выпадают они очень много. Не знаю, если честно, пока еще, нужны ли они для крафта и в какой мере они вообще нужны. Да и, в общем-то, вот именно это и остановило мою прокачку дальше на этом рабочем занятии. Я достиг четвертого уровня и у меня уже было 20 бревен. Но сейчас мы это увидим. Просто я не понял, а нужно ли они, эти бревна, мне дальше. Есть ли вообще смысл в них какой-то. То есть до крафта я еще не добрался. Ну и вот у меня, как бы, прокачан рудаков до пятого и лесоруб до четвертого. Дальше не стал, потому что уже у меня в рюкзаке 20 бревен. То есть это самое большое количество ресурсов, которые мне упали. А для чего они, я еще пока не знаю. Продать эти ресурсы у меня не получится. Я в прошлой серии показал, что, ну, здесь есть такая специальная торговая площадка. Я бы сказал, базар рынок. Там нет никого, там никто ничего не покупает. Онлайн маленький. Куда мне это все деть, я не знаю. Поэтому, ну, нету и смысла дальше качаться на этом рабочем занятии. Двигаемся дальше. А дальше у нас все по той же линейке заданий от NPC, который стоит возле мэрии. Следующее, что надо сделать, поехать и устроиться водителем. Эту работу я показывал еще на первом своем обзоре, когда я здесь играл, пытался сделать обзор. Работа неплохая на самом деле. Я видел гораздо хуже. Я видел, где-то вы берете груз, отвозите его и через всю карту возвращаетесь обратно за следующим грузом. Здесь же все выполнено по-другому. Так как у меня первый уровень, ну, машинка мне пока доступна небольшая, маленькая. И заказы тоже самое, зависит от уровня. Вот такую вот машинку мы получаем на первом уровне. Дальше можно будет брать уже, арендовать, кстати говоря. Уже более вместительные, но и более большие машины. То, что я сказал вместительные, тут особой разницы нет. Потому что, ну, никаких анимаций и, ну, в общем-то, никакой смысловой нагрузки на этой рабочем занятии-то нет. Вы выбираете просто согласно вашему уровню. Ну, а там есть несколько вариантов. Вы выбираете, да. Хотите чуть поближе или хотите чуть подальше. Соответственно, и стоить это будет столько же. Подальше подороже, поближе поменьше. Ну, потому что смотрите сами по тому времени, какое вы хотите затратить. В принципе, как я сказал, рабочее занятие, ну, неплохое. Если сравнивать с другими проектами, где я показывал подобную работу, да, там, дальнобойчиком называется, доставчиком, как угодно. Она неплохая. Мы берем одну точку, выбираем там свой груз, какой вы хотите. Грузы, надо сказать, тоже подобраны тематически. То есть, вот я сейчас везу, например, резину. Автомобильную резину. И еду я в автосервис. Ну, то есть, есть тематика какая-то, да. Если я вез бревна, я ехал на лесопилку. Ну, и так все время. Есть тематическая подборка. Я еще в первой серии сказал, что проект-то достаточно качественный. Здесь и к деталям, и к мелочам, в общем-то, относились и, наверное, относятся, ну, хорошо. Дальше, когда я ее отвез, выскакивает вот такая вот табличка. Ну, там написано, сколько я повредил груза. Вот, естественно, поврежденный груз с вас списывается. Ну, там, с меня сняли 3 доллара, по-моему. И дальше нам надо поехать опять за новым грузом. Но вот эти вот точки разброса за новым грузом находятся недалеко. Не знаю, то ли так рассчитано авторами, то ли мне просто везло. Но вот я привез в Палета Бэй, да, и здесь же в Палета Бэй стоит точка, где я могу взять следующий груз. То есть, опять же-таки, подъезжаем, подходим на триггер, и выскакивает табличка. Правда, вот можно было бы, во-первых, это обыграть как-то более классически. Классически, красиво, да, чтобы сидел, например, там был какой-то офис, сидел там, не знаю, диспетчер и раздавал эти задания. А можно было бы еще это обыграть в виде онлайн-приложения в мобильном телефоне, да. Ну, чтобы не ездить по точкам, мы просто открываем телефон и выбираем следующую себе точку загрузки. Но здесь вот так вот по старинке, ну, тоже, в принципе, неплохо сделано. Единственное, что да, хотелось бы, чтобы вот этот триггер был как-то обыгран более красиво. Может, посадить NPC-шку туда за стол, какой-то кабинетик сделать, чтобы, ну, как-то было более антуражно, что ли. Ну, а так вот выглядит достаточно сухо. Но, как я и сказал, это не самая плохая работа. Хотя, вот, может быть, мне ничего не выпадало. Но на этой работе я поездил достаточно много, но не стал прокачиваться, потому что, ну, ничего не выпадает. Я бы сказал, это занятие чисто для заработка. Может быть, мне не повезло и ничего не выпало. Может быть, здесь наоборот какие-то золотые горы у тебя падают. Но мне не выпало вообще ничего. Вот, просто абсолютно ничего. Поэтому и дальше прокачиваться я тоже не стал. Ну, раз ничего не выпадает, а деньги меня интересовали меньше всего, Мне хотелось прокачаться, понять, что такое крафт. Ну и, конечно же, надо было что-то зарабатывать, но это не было первоисточником. Поэтому, конечно же, я еще поездил, повозил какие-то грузы, ну просто для того, чтобы выполнить задание и достичь второго уровня. Но дальше я уже прокачиваться на профессии водителя не стал. Я поехал за следующим заданием. Вот следующее задание меня, кстати говоря, удивило. Одно из заданий надо было просто поменять прическу. Поехать парикмахерскую и поменять прическу. Сейчас вы видите вот эти задания. Так вот, за то, чтобы поменять прическу, награда 9 тысяч. Это заняло у меня буквально 3 минуты. А следующее задание это поработать на подводной лодке, так сказать, на профессии подводника. А вот за него-то дается 6 тысяч. Ну, странное распределение, если честно. За занятие, которое занимает 3 минуты, 9 тысяч. А то, что мы сейчас увидим работу подводника, сколько она занимает, всего 6 тысяч. Не знаю, где логика в этом. Абсолютно не знаю. Мне кажется, что за задание, связанное с прической, надо давать вообще пару тысяч. Ну, это действительно. Вот я зашел за угол, нажал две клавиши, поменяли прическу. Все, я вернулся. Ну, 9 тысяч. Ну, а что же за работа подводника? Давайте ее рассматривать. Каким образом это выглядит, вы сейчас видите. Есть такая заброшенная какая-то пристань. Здесь стоит подводная лодка. Она появляется, когда вы устраиваетесь. В общем-то, залезаем в нее и все. Мы на рабочем занятии. Надо сказать, что вот когда я здесь играл, это было давненько, и это рабочее занятие мне не понравилось и тогда, и сейчас я тоже от него не в восторге. Почему же? Во-первых, начнем с плюсов, что выглядит это действительно антуражно. Красиво выглядит подводная лодка. Надо сказать, что, ну, вот я даже сейчас и вспомнить не могу хоть один проект, где же задействована вот такая вот схема работы. Подводная лодка, то есть взяли все лучшее из ГТАшки, ну, и внедрили в свой проект. Это здорово, да, это прикольно. Есть такой вот эффект спокойствия, что ли, то есть как бы ты погрузился под воду, и тебя больше ничего не интересует. Ну, это вот по ощущениям. Ну, а само же рабочее занятие, как метод проведения времени, ну, я вам скажу, не самый лучший. По нескольким причинам. Во-первых, ну, естественно, что подводная лодка плавает не быстро. Естественно, все. То есть как бы только согласились здесь поработать, надо понимать, что сейчас у вас сожрет это занятие, ну, практически все время, которое вы хотели провести на этом проекте. Выбраны точки, вот, локации, ну, я скажу вам, я понял, почему выбраны вот такие вот локации, да, ну, а это выглядит следующим образом. Загорается вот такое вот пятно, да, маркер, мы заплываем в этот маркер, и где-то там нам надо найти какие-то сундучки, которые, кстати, очень плохо видно. Вот, это все занятие. Вам надо найти сундучок, загорается следующая отметка в море, и вы плывете туда. Что же здесь плохого? Плохо то, что, во-первых, выбраны локации. Ну, как я сказал, я понял, почему они их выбрали. Потому что там, где загораются вот эти вот пятна, да, маркеры, там что-нибудь есть. То лежит какая-то машина на дне, то лежит какой-то разбитый корабль на дне, то какие-то трубы, какие-то там, не знаю, конструкции валяются. Ну, то есть, авторы исходили не из логики того, как это будет интересно человеку заниматься, а из того, в какой антуражности это будет происходить. С одной стороны, да, здорово, но с другой стороны, вы плаваете все время по какому-то мелководью. И опять вот то, что я говорил, например, во второй серии, да, опять от точки до точки, от точки до точки. Можно было бы сделать какое-нибудь огромное, да, вот это вот место, ну, и чтобы мы там плавали. И, например, если бы я это делал, я бы обязательно выбрал какое-нибудь очень глубокое место, чтобы, ну, игроку было интересно погрузиться на большую глубину, там, чтобы вокруг все потемнело. Но вы ползаете... Я вот ползал, я скреб этой подводной лодкой под днищу. Переплывать с одного триггера на другой очень интересно. Действительно, среди каких-то скал, среди мелководья ощущения вот этого действительно подводного погружения абсолютно нет. Да, красота вот эта, которую, ну, не каждый же день вы видите вот это, да, то, что находится на дне морском этого проекта. Поэтому это, конечно, здорово, но то, что выбраны точки на мелководье, ну, вообще интереса на самом деле никакого не придает. Было бы лучше, если бы эти маркеры загорались где-нибудь на глубине и не так далеко друг от друга. И весь вот этот вот игровой процесс был бы как раз вот в том районе, где, в общем-то, мы и начали. Но, что получается, игра нас потихоньку-потихоньку отводит куда-то, хрен знает куда, вдоль берега. Вот по этому мелководью вы, скребясь брюхом, отдаляетесь и отдаляетесь. И в результате, когда я прокачал второй уровень, всплыл наверх и понял, что, да, ко мне ближе пешком добежать до города теперь, чем на этой тихоходной лодке по мелководью возвращаться на то самое место, где я оставил машину и, в общем-то, где я устроился. Проще просто, ну, напрямки побежать через берег, рабочее занятие само собой выключится. Ну, это, мне кажется, не особо правильно. Ну, зачем? Вы, ну, если честно, просто украли у меня время. А ведь можно было бы, чтобы вот это вот все занятие, весь этот процесс был, ну, в каком-то не таком отдалении от первоначальной точки. Ну, зачем игрока угонять куда-то? И это я только до второго уровня докачался. А если бы я начал качаться дальше, чтобы там вообще, куда бы меня вообще она угнала? Вокруг острова, что ли? Вокруг всего? Ну, такое себе решение, я вам честно скажу. Поэтому качаться дальше я тоже не стал. Ну, действительно, неинтересно. Да, это уникально, такое не везде встретишь. Но вот как это сделано, мне не понравилось. Как я уже сказал, было бы лучше, если бы это было в каком-то одном районе, недалеко от начальной точки, и глубина была, ну, приличная. Чтобы действительно мы пользовались подводной лодкой. А тут, ну, такие глубины, которые вы сейчас видели, ну, можно было бы доставать эти ящики просто без подводной лодки так нырять. Кстати, такие занятия тоже есть на некоторых проектах. Ну, и, в принципе, вот по этой причине я и не стал дальше качаться. Хотя надо отметить, что вот именно на этом рабочем занятии, по-моему, падают самые уникальные ресурсы. Мне упал даже какой-то кусок метеорита, что ли, или какой-то, или кусок летательного объекта. Ну, что-то такое вот, я так думаю, что это что-то уникальное. Ну, и все, в общем-то, вот на этом мое прокачивание на этом занятии, ну, и закончилось. А чтобы перейти к следующему, то есть работа водителем такси, тут надо проделать ряд манипуляций, тоже все связанное с заданиями от NPC-шки, который стоит рядом с мэрией. Для этого нужно купить машину, потом поехать перекрасить ее в желтый цвет, потому что, чтобы зарегистрироваться таксистом, нужно, чтобы у тебя была машина именно желтого цвета. Поэтому вот я приехал в автосалон. Кстати, что меня удивило, здесь есть автосалон реальных автомобилей, то есть, ну, реальные модели, но он доступен только с пятого уровня. Вот абсолютно для меня непонятно, почему. То есть, на третьем, четвертом уровне ты еще не достоин видеть настоящие машины, реальные модели, да? То есть, надо прокачаться до пятого, тогда тебе позволено будет увидеть автомобили, так сказать, из реальной жизни. Не знаю, опять, в чем логика. Вообще, очень много на этом проекте я встретил того, что я для себя объяснить не смог, ну, никак. Почему открытый с пятого, ну, вот абсолютно не понимаю. Вообще, почему есть какое-то ограничение по приобретению автомобилей? Как, ну, я не знаю. Ну, да, это не РП проект, это РПГ, здесь, в общем-то, другие немножко правила, но логика-то опять, ну, почему я не могу купить, ну, реальный автомобиль-то, реальную модель? Почему, вот? Вот, не могу я сам для себя найти ответ на этот вопрос. Поэтому я поехал в самый дешевый, на мой взгляд. Даже не самый дешевый, а, ну, просто тот, что поближе был. Тут еще есть какой-то эконом-класс, по-моему, автомобиль. Ну, я вот выбрал этот. И здесь вот я буду приобретать себе автомобиль, чтобы, ну, потом начать работу таксиста. Ну, это мы уже увидим в следующей серии. Ну, а пока, всем пока. Спасибо, что заглянули. Спасибо за просмотры. Играйте в игры, получайте удовольствие. Ну, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...